Всем доброе утро. Вообще не хочу себя показывать. Меня зовут Анна, мне 47. 46 что ли? 46. Сейчас 8.48. Мое утро закончилось. Я встала в 5.30. Вику отвезла на автобусе. Мы дико рано вышли, чтобы не попасть на переезд. В 7.20 мы вышли из дома и в 8.30 я вернулась домой. Это что вообще? Барабашка, привет! Вот что значит не писать сценарий. Он сам пишется. Короче, организовала поход Дани в школу. Кому интересно, ни одного дня мои дети не живут спокойной жизнью. Мы всё время развиваемся. У нас постоянный личностный рост. Если это не учёба, то это какие-то новые навыки. К 18 сентября Даня научился ходить в школу и уходить из школы самостоятельно. Он ходит в первый класс. Я безумно этим горда. Я смотрю с балкона и вижу весь его маршрут. И всё прекрасно. Я больше не могу его водить. Я просто умерла от боли сегодня, когда шла обратно от автобуса. Я хотела сесть на поребрик, вытянуть ноги и просто сидеть пить чай. У нас в парглова нет скамеечек. Я бы с радостью на скамеечку села. В общем, я пришла, полностью его всё поправила, что надо. Верхнюю пуговочку ещё не умеем на рубашке. И всё. Наконец-то моё утро закончилось. Я подогрела чай, который брала с собой в бутылке, но не выпила. Я вожу с собой в бутылке чай. И недавно я его не взяла, подумав, что я сыта, могу ехать без чая. Что со мной случилось? Наверное, только самым близким задорого на бусте расскажу. Это такое нельзя рассказывать никому, что случилось, если у человека не было чая. Это просто смешно. Теперь я беру чай с собой. Но сегодня он не требовался, поэтому я только его повозила туда-сюда пол-литра. И сейчас подогрела. Он горячий. Это помогает мне дышать. И без пяти девять я ложусь отдыхать. Тёма спит. Также мне уже привезли доставку из вкусвилла. Сейчас я вам её сниму. Смешно, что Тёма вчера тоже сделал доставку из вкусвилла, но Тёма не хозяйка. Он заказал. Девочки, он заказал три супа по зелёным ценникам. Можно я сяду, да? Я не могу стоять. Я не жалуюсь, я улыбаюсь. Смотрите, я улыбаюсь. Просто некоторые пишут, а чё вы там это? Все так живут. Ни хрена не все так живут. Все вон бегают по улице. Короче, Тёма заказал три супа. Норвежский с сёмгой. Порционный на одного человечка. Куриный суп-пюре. И сырный суп-пюре. Я говорю, ты не съешь три супа, они испортятся. И я всё засунула в морозилку. Оставила чуть-чуть. Он купил какие-то роллы. В смысле лаваш. Лаваш, туда что-то закручено. Тоже по зелёным ценникам, со скидкой. Потому что глаза разбежались и всё купил. Он купил настоящие роллы. Ну как бы настоящие, только тоже не настоящие. Длинный ролл, завёрнутый в водоросли. Только как будто бы их забыли порезать. Понимаете? Ну, захотелось ему. Всё тоже в морозилку. Всё в морозилку. Это привезли заказ поздно вечером. И ещё я попросила цыплёнка табака. Комичная ситуация. Я не говорю вам то, что я думаю. Я говорю вам факты. Потому что я не могу говорить то, что думаю. Я очень до сих пор не могу отойти от тех комментариев. И поэтому лучше со мной не разговаривать. Я буду говорить на другие темы. Переждём. Потом смогу говорить о чём-то личном. И он заказал ещё блины, готовые с курицей. Вот. Их я поджарила на сковородке с маслом. И дети их прямо съел. Прямо вообще. Ой, мне классное пишет. Это утопия с этими обедами за 145 рублей. Продолжается. Понимаете? У меня нет 145 рублей. Я послала 505. Ну, она в шоке. Ну, я не знаю. Мне надо ходить в магазин разменивать деньги, что ли. Пятница переживут. Один раз такая задача. Короче говоря. Да. Мы не многодетные. У нас нету льгот. Мы не получаем пособия. Бла-бла-бла-бла-бла. Всюду я ходила и все уже пороги оббивала. Есть на то причины. Дальше. Что я рассказывала? О! Мозг отозвался прямо на раз. Вы заметили? Со мной может утром вообще лучше не общаться? Ко мне там ещё воспитательница подлетела с каким-то тупым вопросом. Приносит мне лист и говорит, подпишите отказ от логопеда. Я говорю, почему? Ей нужен логопед. С Викой должны заниматься логопеды. Она говорит, вы же отказались. Я говорю, нет. Но логопед вам предложила, а вы отказались. Я говорю, нет. Логопед предложила в следующем году перейти в логогруппу. Вам сказать дальше, что она мне предлагала? Я постараюсь без мата. Она сказала, надеюсь, Вика не увидит это видео в ближайшие годы. Она сказала, ваша девочка должна быть в логопедической группе. Раз она пошла в обычную группу, вы должны перевести её в следующем году в логопедическую группу, где она будет снова в старшей группе, как и сейчас, то есть на второй год. И она в той группе будет находиться два года старшей и подготовительной. И в школу ваша девочка пойдёт 8 лет. Я собрала всю свою силу, волю и сказала, мне кажется, что она вряд ли пойдёт 8 лет в школу. Ну, то есть ребёнок, который полбукваря прочитал, пишет заданию прописи и просто не говорит какие-то сложные буквы русского языка. Заметьте, в русском языке самые сложные буквы. Р, Ж, З во многих языках. Почему у Дани превосходное английское произношение? Превосходное. Потому что у него каша во рту. Он логопедический ребёнок с точки зрения России. У него нету Р, у него не было кучи звуков, сейчас появились откуда-то. 7 лет настало и появились. И ничем мы упорно не трудились. Я считаю, что логопед совершает большую педагогическую ошибку, вот так разговаривая с родителем, не проводя анализы развития ребёнка полностью, не советуюсь с психологом, раз уж она сама не знает о её развитии. Она принимает сама один логопед, вот такое решение. А если бы я была мама, которая студентка, может мне 25 лет, и ребёнка родила в 20, ребёнку 5 лет, и она мне такое предлагает, и я ничего, например, не зная, я бы перевела её в другую группу, и с её развитием она пошла бы в школу позже на год. Но это вообще-то педагогическая ошибка. Логопеды, напишите мне, пожалуйста, я ничего не поняла. Это так можно делать? Я хочу перессориться со всем этим садиком, я хочу пойти к заведующей. Короче, утром я не могу говорить, мне больно и мне суют. Бумажку, подпишите отказ от логопеда. Я говорю, я отказалась переводиться в следующем году. А что будет в следующем году, мы не знаем. Я отказалась, я воспитателю говорю, мы можем сейчас перейти в логопедическую группу. Она говорит, нет, вы не можете сейчас перейти в логопедическую группу, конечно же, вы пройдёте комиссию на следующий год. Я говорю, вот от этого я и отказалась. Она такая, пишите отказ от занятий. Я говорю, нет, я не пишу отказ от занятий. Я за двумя руками, чтобы с моим ребёнком занимался логопед. Короче, скандал еще впереди. Я уверена, мне позвонит логопед и скажет, или через воспитателя передаст, приходите лично разговаривать. О чем мне с ней разговаривать? О чем мне с ней разговаривать, она не понимает вообще. Я ведь без мата. Эти штучки дети делали на парнасе, когда их управляющая компания проводила какой-то день профессий. Это они были малярами, а то вы подумаете, что тут у меня стоит. И выкинуть жалко, и куда их деть? Вешать надо. Все, рука отсохла. Если что, моя рука с утра. Короче, логопед оставляет желать лучшего. Тема заказал кучу готовой еды, которую нельзя съесть. Дети не будут это есть. Единственное, блинчики. Блинчики с курицей. Даже Данечка съел. Но я их так сильно обжарила в масле. Вредно, вредно, вредно. И, конечно, не съед. Вы мне пишите, спросите детей, что они хотят на завтрак и готовьте. Ну, вы давно это писали. Вот. Но, ребята, что хотят дети на завтрак? Сосиски и блины, и кашу. Они больше ничего не хотят. Я стараюсь не покупать сосиски. Блины стараюсь печь один раз в неделю. Но нельзя есть то, что хотят дети. Вот. Вам интересно? Давайте я полежу, а потом еще что-нибудь расскажу. Я буду смотреть на большом телевизоре, сейчас YouTube. Пока мне никто не мешает, пока я смотрю. Да, там еще вот этот злой комментарий по поводу визуального шума в моей квартире, который говорит о богатстве. Господи боже, о богатстве говорит минимализм. Когда у вас все белое, один комплект постельного белья, белоснежный, который вы постираете пять раз, выкинете, купите новый. О богатстве говорит минимализм, а не визуальный шум. Визуальный шум говорит о том, что человек боится что-то выкинуть, потому что завтра не купит. А то, что вы увидели зеркала, сделанные руками мамы предыдущей владелицы квартиры, они стоят три копейки в Леруа Мерлин. Я могу вас научить это делать. Хотите, я вам покажу о, раз так я вспомнила. Богатое убранство квартиры. Как обмануть человека-покупателя на Авито? Как выглядела эта квартира? Посмотрите, какая шикарная дверь. Вы видите, шикарная дверь? Даже Вика Вселенная, которая делает ремонт, углядела в этих дверях богатство. А сейчас, внимание, правильный ответ. Это самые дешевые двери. Их даже никто не покупал. Это двери от застройщика. Как мы об этом узнаем? Покрасили в белый цвет, и вы ничего не замечаете. Но вы должны посмотреть в другие места, где я обычно не снимаю. Краска слезает, потому что до нас тут были дети. И вот так выглядят на самом деле двери. А с этой стороны это уже мы. Догадайтесь, кто. Фурнитура, которая на фото так же выглядит. Ну, ничего. Ничего выглядит. А теперь, внимание, это самая дешевая от застройщика фурнитура. Они просто покрасили в белый цвет. Эту дверь они до ума не довели, поэтому я вам не хвастаюсь. Я вам хвастаюсь этой дверью, которую довели до ума. Как обмануть человека, покупающего квартиру? Просто сделайте красивые фотки. Итак, что это? Это дверь от застройщика покрашена в белый цвет. Куплены в Лерой Мерлен. Вот такие вот чудесные, замечательные пластиковые речки. И наклеены в два слоя. После этого взята такая же фурнитурка. ее наклеили. Ее наклеила мама, хозяйки этой квартиры, бывшей хозяйки. Берется эта же самая фурнитура. Посмотрите, она очень дешевая. Это пластик. Это пластик. Это не керамика. И наклеивается вот сюда. Я вам не показывала, сейчас вспомню. Та-дам! И получается очень-очень неплохо. Как показать? Получается вот так неплохо даже. И на фото, и на видео это выглядит как нечто богатое. Вот это мозаика, кусочки зеркала, купленные в Леруа Мерлен и просто наклеенные сюда. Посмотрите, они продаются уже такими обработанными. Вам остается только найти человека с руками, а лучше родственника, который бесплатно их наклеит. Как тут и было. И ваша кухня любого размера заиграет новыми красками. Я зануда, да? Мне поговорить. Ох, вот. Всё, мой чай. Давайте я подумала, не буду влог сегодня снимать, а такую запишу вам болталку. Я закрываю шторки, чтобы у меня было хорошо, очень видно телевизор. Если что, я сейчас смотрю Петю и Ириску, которые живут в доме на колёсах. Смотрю уже третий день. Я хотела вам немножечко рассказать о том, как я провожу эти последние две недели. И хочу вас призвать к отдыху. Итак, не буду сейчас ничего готовить. Я съем полбанана и печенюшку на завтрак. Утром я уже ела четвертинку банана перед таблеткой. Итак, я буду с вами завтракать. Если у кого-то проблемы с аппетитом, пожалуйста, присоединяйтесь. так вот, чем я занимаюсь эти две недели? Эти две недели я занимаюсь реабилитацией. Меня выматывает поездки в садик, выматывает ежедневное разъезжание. Я думаю быстрее, чем говорю. Вот в чём проблема. Я уже думаю другое слово сказать, а уже сказала то. У вас так было нужно другое окончание. Как с Тёмой, таксист, который кроет взглядами. Короче говоря, коленка, ну куда следить? Вот так я могу держать. Я полностью занимаюсь своей реабилитацией. То есть я никуда не езжу, ни по каким инстанциям, ни по каким поликлиникам, ни по каким МФЦ. Я каждый день, как будто бы я нормальный человек. Как будто бы я не была в двух декретах подряд. Как будто моим детям не 7 и 5, а взрослые. Каждый день я принимаю душ не спеша. Я мою голову. Я её сушу не спеша. Я делаю свои реабилитационные мероприятия в плане закручиваю ноги. Или вот я болела когда-то, я не должна была закручивать ноги в солевые компрессы. У меня ничего не болело. Тогда я лечила нос, делала ингаляцию. Что там я ещё делала? Я всё время откашливаюсь. Всё утро бесконечно я делаю дыхательные упражнения. Кашляю. Когда я подхожу к садику, перед нами кто-то идёт и я кашляю. Там просто на меня оборачиваются. Все боятся кашля после ковида. Раньше боялись, когда я кашляю. Сейчас совсем боятся. В общем, я всё время реабилитируюсь. Я очень в неспешном режиме. Смотрю видео. Я очень неспешно думаю, чем покормить детей. Вчера я... Ну, смотрите, Даню кормят обедом. Мне не надо готовить обед. Тёма не очень хочет суп. Хотя иногда надо. Вот такие крем-супы он хорошо хочет. чтобы не готовить. Мне достаточно вот этого мытья посуды и безготовки. Чтобы не готовить, я продумываю, что купить такого. Как выкрутиться, не покупая продукты. Например, в тот день, когда был папа и дедушка, вообще шикарно выходные прошли. У нас не было вообще ни копейки денег. Вот, сейчас уже пенсия есть, сейчас есть деньги. Мне было дико страшно. У меня в один день не хватило на автобус. И я вот в панике нашла все возможные способы. Я тогда нашла по ящичкам 65 рублей. Вот. И, короче говоря, я просто в панике была, в жуткой. Сейчас я сосредоточилась и кладу деньги на подорожник. Это не реклама подорожника ни в коем случае. Ездите на хороших машинах, а не на автобусах. Вот я сосредотачиваюсь на том, как покормить детей. То есть в те выходные, когда у меня было ноль, папа попросился в гости, я сто раз зарекалась не пускать его в дом. Девочки, напишите мне, не пускай его в дом. Это всегда испорченные отношения, испорченное настроение. Это всегда шок у детей. В конце он орёт. Это всегда сбитый режим, если он приезжает вечером. Но моя меркантильная жука победила. Я пригласила его утром. Сказала, что приезжай утром. Он, конечно же, опоздал, но неважно. И на вопрос, что привезти, я его отправила в Кио. Это не реклама Кио. И он привёз, не совсем то, что я просила, но он привёз салата полкило. Нам не нужно полкило, я выкинула, потому что дети третий день не едят одно и то же. Два дня ели. Не суть. Плюс был в том, что он принёс готовый салат много и много винограда. До сих пор лежит, они не хотят. Вот ваши дети едят много дней одну и ту же еду. Мои не едят. Они любят виноград, но не будут его есть сегодня пятница. Виноград субботы лежит. Такое огромное количество винограда купил. Зачем? Я хочу ему написать. Тёма говорит, ну не обижай его, что же ты его обидишь. Ну, девочки, ну как можно? Столько лет мы жили вместе. Единственное, чего я попросила, покупай по чуть-чуть много наименований. Ну, мужчине надо купить тонну слона, понимаете? А дети не едят слона. Короче, таким образом, основная мысль, я организовала половину дня питания в субботу. А во вторую половину дня дедушка. И я знала, что дедушка, приезжая к нам вообще так редко, но в этом году два раза приезжал. Раньше вообще даже не раз в год. Он всегда рад что-то купить. И он мне писал, давайте пойдём в кафе. Но я такая была больная, я прям в тот день лежала, такая простуженная. Я говорю, ну посмотрим. Он приехал, я говорю, давайте не пойдём в кафе. Я вижу, он устал от дороги, он живёт в другом конце города, остановился в другом месте. Раньше он останавливался на Парнасе, а теперь остановился в другом месте. И он проехал весь город по навигатору, ему очень трудно ориентироваться. Он из Норильска, он может ехать большие расстояния, а вот в городе ему очень трудно. И я понимаю, что он уставший, я не хочу, дети хотят играть с дедушкой дома. Я говорю, давайте закажем. Он такой, а что, можно заказать? Я говорю, да, можно заказать пиццу домой. Он очень обрадовался, что можно никуда не идти, а заказать. Я заказала пиццу. Таким образом, я организовала питание в субботу. У меня вообще был ноль, девочки. Но я понимаю, что можно сварить гречу, но дети что-то не хотят никакой гречи. Я хочу гречу, я понескучаю. Короче, чем я занимаюсь, пока болею? Я постоянно планирую, как выжить. Вот сейчас появилась пенсия, все. Я такая счастливая, тра-та-та. Но я продолжаю ездить на автобусе, потому что у меня паника с того раза, как это самое. Как не было денег. Всегда есть Тема и скажете, прибедняешься. Но я же не должна у него просить прямо деньги. Покупает что-то и хорошо. Купил себе продукты, я очень рада, очень хорошо. Не надо думать, чем его кормить. Мне вообще ничего не надо. Лаваш, банан, хлеб и сало у меня еще есть. А еще я бабушка. Я сегодня спасала улитку. Другая Аня. Короче, я сидела на остановке, а улитка ползла. Вот ей куда надо, ее растопчут. У нее такие рожки длинные, и она такая длинная вылетла. Я сижу, думаю, все эти люди сейчас увидят, что я спасаю улитку. расскажу. Ну, я думаю, улитка важнее, чем то, что обо мне думают эти люди. Но я не люблю брать в руки этих, вот их, кто он, они там, ни животные, ни насекомые. Я не люблю брать в руки улиток. Сейчас подумала, помыла ли я руки, помыла. И я нагнулась, главное, сумочку с чаем и паспортом и всеми карточками я оставила на скамеечке, взяла ее аккуратно за панцирь и отнесла за остановку на листик. Это было очевидно, видно всем, что я не просто пошла там покурить или что. Я ее посадила и вернулась к сумочке и успокоила. Короче, я спасаю улиток. А вчера я не спасла. Короче, я встретила вот такого, вот такого, почти 10 сантиметров слизняка или слизня, как называется. Он был толстенный, как мои два пальца, наверное. И он полз поперек дороги. Я думаю, что это вообще такое? Перед этим, за день до этого, я когда убегала из садика, я видела такое же чудо, только раздавленное. И я подумала, что это кусок змеи. Вот. Подумала, что это маленькая змейка, которую наступили, раздавили, и это ее хвостик. И тут я вижу, такое существо ползет. Короче, это слизняк. Мега-гигантский слизняк, как, знаете, в фильме ужасов. Вот. И я прошла, и потом Вике, Дане рассказала, все заинтересовались. Мы слизняков не видели, никогда дети не видели, я в детстве только видела. Вот, короче, такой слизень. То есть, как улитка, только без этой самой, без домика. Ползет, толстое существо, без мозга, без ног, но ползет. Короче говоря, мы прошли, а сегодня мы идем, и я вижу, что он тоже раздавлен. То есть, он не одинок, их много, но чего они прутся на дорогу? Чего они на дорогу-то? Им в траве надо сидеть. Нормальный контент, да? Ну, кому нечего делать, вы меня послушайте. Кому скучно, переключайтесь. Короче говоря, я не спасла слизняка, его раздавили, и поэтому я спасла улитку. Сегодня другой маленький слизняк, полз, и я не поняла, живой он или мертвый. Я его ногой вот так, я слизняка руками не буду брать, у него нет скорлупы. Я его ногой отодвинула, и он не шевелился, наверное, его уже растоптали. Как можно такое чудо огромное растоптать? Просто это дорожка, где все идут в детский сад, это все дети, и они будут смотреть на это раздавленное. Короче, я поняла, что я бабушка, вот, мне еще не ступают в автобусе, а зря, пускай бы уступали. Что еще по порядку? Я себе писала план, что вам рассказать. Сколько я наболтала, я болтушка, да? За эти две недели я отдохнула. Вот, что я делаю две недели? Сейчас 22 сентября. Я, что я делаю? Делаю крем, делаю маску, не делаю, думаю, что сейчас сделаю маску, щипаю брови, делаю депиляцию. То есть, я прям собой, прям занимаюсь, это на мне никак не отражается, это необязательно. И я, а, вот что я хотела сказать, о новом знакомстве я хотела рассказать. Я все время анализирую, что мы делаем, и хочу меньше движений и больше продуктивности. И меня услышал Всевышний и послал мне уроки. У меня сейчас три урока в неделю. Это не новые, это мои старые ученицы. Все появились. Они поставили мне выходные урок в 9, в субботу и в 9 воскресенье. И тут что-то случилось у них, они уезжают, и они попросили урок в среду. И получилось, что у меня было и в субботу, и в воскресенье. И они же были в среду два урока подряд. И я прям как заработала полторы тысячи, я такая вау. С одной я занимаюсь 20 минут, ей 4 года. Это стоит 500 рублей. С другой я занимаюсь 45 минут, ей 6 лет. И там прям по-серьезному. Мы идем в школу скоро, через год. Прям серьезные занятия. Это стоит 1000 рублей. Слушайте, лежать тоже нельзя. Ноги затекли, мамочки. Я не жалуюсь, не жалуюсь. Просто подумайте, что-то мне пишут. У вас взгляд пессимистичный. Да мне просто больно. У меня очень даже оптимистичный взгляд. Особенно взгляды на жизнь. Короче, у меня новое знакомство с одной мамочкой. Вот. Я обязательно вам расскажу, ладно. Но сейчас я попью чай. Я почему-то не пью чай, а болтаю. Так, ну, по иронии судьбы, вчера Тёма заказал цыпленка табака, сегодня я. Я просто хотела посмотреть его цену, сколько он весит. И действительно, он 370 за килограмм, но он гораздо больше килограмма. Это огромная тушка. Хватает нам на 2 дня, на 4, даже больше. И теперь у нас 2 цыпленка табака. Это божественная гавайская пицца с ананасами, которую едят все дети. Это очень удобно. Вот видите, полтора килограмма готовая курочка. Я её заворачиваю в пакетик. Готовлю в пакетике, без тяжести сверху. Салфетки необходимость, творожок мне. Его тут очень много, 400 грамм. И попробую ацедобифилин. Вроде уже пробовала, но забыла. Попробую ещё разочек. Попробую еще разочек. Попробую еще разочек. Да? Да. Докумаю. 3 блограда. 4 блограда. Дисклика. Что это? Дисклика. Что ты слушаешь? Дисклика. 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 Хватит. 1 блограда. Это вы мне загадываете? Это вы мне загадываете? Это вы мне загадываете? One blue She don't Okay, now you go Two yellow Two yellow Oh, back, your name back Yes Okay Ну что, Даня пришел, у него сразу же был репетитор по-английскому А с Темой мы успели вокруг дома обойти еще, пока Даня был в школе Держать за коляску я очень неплохо хожу Всем доброе утро, два часа дня Так, цыпленки табаки размножаются, значит, короче Это, которого Тема заказал А то, что сегодня принесли, я ошиблась Зачем-то заказала второго, положила в морозилку Сейчас Данечка будет сушить Божественно горячая Пока мы гуляли Само приготовившиеся Не сгоревшие Так, ну что, 23 градуса осенью Это, конечно Это, конечно, не 23 градуса для тебя Летние Но все равно очень-очень тепло Да дай, ну хорош, господи Очень хорошая погода Я отлежалась после того, как отлежалась Даня позанимался английским Ну, кстати, очень сложно вообще У него ключики, вы заметили? Ключики у него из полиглотиков Браслет Вспоминаем, как там было хорошо А где написано? О, полиглотики Еще тут есть Короче, возьми нормально самокат И, короче И, короче Мы сюда пришли пешком И уговорили наших друзей Приехать сюда с Парнасом Но не уговорили, мы давно хотели Просто такая погода, что надо И мы вчера спланировали, представляете? Короче, приходим и тут никого нет Ну, что-то родители не подсуетились А дети сами не смогли, наверное Спланировать, что сегодня прям Надо сюда идти, прям хорошая погода Завтра двадцать четыре Но завтра уже с дождиком будет И Даня тут один разъезжает О, супер-пупер А Вика у нас в садике А дальше у меня беготня Бегом-бегом Сейчас четыре часа Бегом-бегом за Викой в садик Потом у меня Мамочка там привезет оттуда С садика Сейчас четыре Я скатаюсь на автобусе И привезут меня обратно В семнадцать сорок пять Ровно Потому что у них девочка На продленке до шести И я схвачу этих детей Даня должен уже оказаться тогда Дома Даня уже будет дома И вот туда приведет моя подруга С мальчиком И в шесть я их хватаю Мы бежим в бассейн Вот Короче, я реально думала Сдохну от боли сегодня Вы мне сейчас скажете Выпей обезболивающего В чем проблема Так не нужно обезболивающего И так все пройдет Преднизолончик закинут Я не знаю он работает или нет Вот все уже После часу дня гораздо легче стало Вот Так что впереди бассейн И вернемся мы домой пол девятого Вот не знаю Сходить мне в бассейн Или не сходить Я что-то не понимаю Я там не была три недели Вот что-то я вообще никакая После этого Я еле-еле сюда дошла У меня даже ноги трясутся То есть от этой боли Такая усталость Это капец короче просто Вот А про свое новое знакомство Я вам обязательно попозже расскажу Вот А сейчас я выключу телефон Чтоб трубочка не села Мы вот сидим так И караулем автобусик Когда же они к нам приедут Они что-то припозднились в этот раз А мы делали домашку Я уже нашла один масленок А тут нашла еще и мухоморчик Вон какой большой еще Вот большой мухомор Ну белыми тут что-то не пахнет Не пахнет Ну пошли дальше встречать Машу Мы сказали к логопеду надо Надо конечно к логопеду Надо конечно к логопеду А я знаю где у меня к логопеду Придет к тебе логопед Ничего не придет А у нас сломались лифты Один не работает вовсе А второй не поднимается на вызов наверх С первого можно приехать А с другого нельзя вниз И мы с рюкзаками И с вещами Бежим в бассейн Бежим в бассейн Давайте я тогда вот так вот Сейчас секунду Прям с самого начала Да все отлично Лицо смешное Я с ним договаривалась сегодня Что ты не бойся лежать Что даже я лежу Ага Страх видите он же логичный немножко И зачастую просто Насим позвольте откланяться Монтирую вам этот пятничный влог Вспоминаю его А сейчас уже воскресенье вечер И вы увидите пятницу нашу в понедельник Вот Ну если что Смотрите предыдущие видео за 4 года Не всегда могу сейчас монтировать Вот Пожалуйста Не переживайте Спасибо за комментарии Понедельник Я спланировала уже по-другому Надеюсь не так сильно устану Весь мозг настроен на планирование Все То что было со мной в пятницу Это был какой-то караул просто Караул Как я выжила Я просто утром умерла от боли И как знаете Отравление от вот этой Синовиальной жидкости Все Не хочу так больше Не хочу Спасибо всем за поддержку За комментарии Больше никак не хочу так уставать Утром нельзя такую нагрузку Наверное ревматоидникам Всех люблю Всех целую Пока-пока